Всё, мы молимся, то долго будем ждать чувствуется. Молимся, сестра. Пути к Царству Твоему, слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спаси Христос. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, братья, продолжаем изучение Слова Божьего. Очень интересная сейчас глава, очень поучительная. И о том, о чём мы сегодня уже говорили, эта глава будет. А будет она у нас, 10 глава Евангелия Тана, о винограде и виноградарях, а также о пастырях истинных. 10 глава Евангелия Тана, с 1 по 5 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью ходит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются глаза его. И он зовёт своих овец по имени, и выводит их, и когда выведет своих овец, идёт пред ними. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Толкование блаженного Феофилакта. Довольно обширный комментарий ещё на Тихоновича будет. Сначала Господь излагает отличительные свойства губителя. Сейчас будем читать об этом. Вы сразу на сегодняшний день себе переводите, чтобы было потом что сказать. Потому что это очень важно. Губитель, оказывается, есть человек. Человек, который губит плоды духовные Господни. Представляете, самого Господа. В себе или в окружающем? Где губит? Если он губит, то он уже сам погибший. Сам погибший. Ещё заражает вокруг себя этим... Не просто заражает, а распространяет эту губительность. И гибнут так же люди, как и он. Он говорит, не входит дверью, то есть писаниями. Ибо он не свидетельствуется ни писаниями, ни пророками. Писание поистине суть дверь. Ибо мы через них приближаемся к Богу. Сразу себе представляете дверь? Дверь представляете? Почему Господь о двери говорит? Какая дверь? Это дверь. Потом порассуждаем. Тут нету этого рассуждения. Но мы через неё многое узнаем. Какая дверь? Они не позволяют входить в алкан. Ибо отлучают еретиков, поставляя нас в безопасности, сообщая нам знания обо всём, о чём пожелаем. Итак, вор тот, кто не входит через Писание во двор овчий, чтобы заботиться об овцах, но восходит инде. Слово такое инде. Через. Или инуде. Инуде. То есть не так, иначе. Да, совершенно по-другому. То есть сам себе прокладывают дорогу иную и необычную. Как, например, Февда и Иуда. Это говорится о тех, кто перед Христом поднимали народ иудейский на восстание против римского засилия, против несправедливости и так далее. Именно Рима. Ну, то есть ждали принца на белом коне. Они пред предшествием Христовым обманули народ, погубили его и сами погибли. Деяние 5 глава святых апостолов, 5 глава 36-37 стихи. Таков будет и скверный Антихрист. При временах Антихриста он не будет себя называть Антихрист, его не будут называть Антихрист, и будут называть Антихристом только те люди, которые понимают, что он несёт. смерть, пагубу, то есть изменение сознания духовного, то есть всё к сатане будет вестись, к проклятию от Господа. И поэтому знающие люди будут называть, как Петра Первого, допустим, называли Антихристом, действительно так и есть. Других тоже, там как Сталина, допустим, Ленина, тоже люди верующие называли Антихристом. Они и сейчас есть в мире. То есть верующие должны знать. Поэтому, ну никто точно не будет знать, что это именно тот Антихрист с большой буквы. То есть противо Христа будет стоять он. Вот Христос пришёл, и вот этот человека-зверь будет, или звери-человек. У него в душе будет душа сатаны. Это невероятно просто. Как это будет сделано, непонятно. Господь попустит страшное дело. Сатана, душа сатаны, дух войдёт в самого человека. То есть он будет ограничен только вот этой плоти своей. А так он будет просто необыкновенно умён. Как он выиграет у этого северного государства войну, Армадеддон, это только вот вмешательством именно вот этих сил сатанинских. Потому что иначе бы он проиграл. Ибо у них свидетельство, не из Писаний, намекает и на книжников, которые не выполняли ни одного слова из заповедей закона, а учили заповедям человеческим и преданиям. То есть они знали, что из заповеди, но не исполняли их. Прилично сказал, восходит. Это идёт к вору, который перепрыгивает через ограду и делает всё с опасностью. Понимаете? То есть он перепрыгнул через ограду Бога. Это надо понимать. Это признаки разбойника. Вот и признаки пастыря. Ну, знаете, что юридически сейчас ты в чужой дом зашёл, дверь взломал, допустим, окно вскрыл, даже окно просто будет приоткрыто, ты его открыл и залез туда, всё, ты юридически уже считаешься разбойником. Вот так. А здесь перепрыгивают. Не просто так, а препятствия страшные какие-то. Они преодолевают их, чтобы стать именно вот этими разбойниками, грабителями души человека. Вот и признаки пастыря. Златоуст так любит делить, как сегодня Виктор Андреевич читал проповедь. То есть те, которые идут широкой дорогой, и те, кто идут узким путём. А теперь пастырь. Пастырь входит через Писание. И предписание все здесь в большой буквы написано. В толковании. И предверник отворяет ему. Под предверником, разумеет, пожалуй, и Моисея, ибо ему верены были слова Божии. Моисей отворил дверь Господу, без сомнения, тем, что говорил о нём. Сам Господь сказал, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Евангелетана 5.46. Ну, то, что он сделал для своего народа, убив египтянина, защитив своих братьев, евреев, по вере в Бога, говорит о том, что он действительно тогда уже, когда ещё не был до конца верным Богу, уже думал о том, как исполнить всё, что заповедал Бог. Как об этом узнать даже, наверное. или предверник есть Дух Святой, так как Писания, понимаемые при озарении Духа Святаго, указывают нам Христа, то справедливо Дух Святой предверник. Им, как духом, при мудрости и знания отворяются Писания, через которые Господь входит в попечение о нас и через которые Он оказывается пастырем. Ну, помните, крещение, вот Господь Иисус Христос перед нами, мы веруем, доходим до крещения, оглашения, доходим до крещения и в водах крещаем их руками истинного священника, троекратно погружаем его во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Дух Святой не сходит на человека, озаряет его, если человек верующий. Если человек не верует, то не говорится о том, что он спасается и становится рожденным свыше. То есть Духа Святого просто на нем нет. Вот и все. И овцы слушаются голоса пастыря, пастырь с большой буквы, то есть Христа, Бога. Фарисеи часто называли Господа обманщиком и доказывали это своим собственным неверием, говоря, неужели кто-нибудь из начальников уверовал в него Иван Гриотана 7.48, недавно это проходили. Вот фарисеи, то есть те, которые были праведны перед народом, праведны в кавычки возьмем, они из иудейского рода, они первые, они во главе оказались совершенно неверующими Бога. Хотя заповеди, законы знали и даже кое-что соблюдали без духа. Посему Господь показывает, что не его нужно считать губителям за то, что они не веруют, а их нужно исключить из числа овец. Я говорю, когда священник согрешает, то его из сана извергают, написано, извержен из сана. Если продолжается грех, то его извергают и вообще из церкви тоже. А если согрешил человек мирянин, то его сразу извергают из церкви, если этот грех такой. То есть, что такое извержение из церкви? Первое, если он исполняет эпитемию, то он не причащается, все, от причастия отлучается. А теперь, смотря по какому греху, человек обуреваемый стоит за пределами церкви, потом дальше в притворе стоит, потом стоит куб настоящий, то есть, отдельно с верными, но не выходит. И последняя, четвертая стадия, когда делится на четыре части это все, эпитемия, он начинает уже причащаться. То есть, ему прощается. Если он все исполнился слезами на глазах, если же нет, то просто не в церкви. А как это отследить? А преддверники у храма, дьяконы, есть преддверники, это как у нас сейчас исполнительные наблюдатели, должны пройти, посмотреть, вот недавно согрешили, приехал наш брат, крещенный с нами, чтец и так далее, и борода была у него острижена, и надо было его выводить, просто вывезти на глашины из идите. Самый понятный не вышел бы, это ясно было, но вот смолодушничали, не вывели, я, вхожу дверью, очевидно, я поистине пастырь, вы не последовали за мною и тем показали о себе, что вы не овцы, откуда же выводят своих овец из следы неверных, как, например, извел из следы иудеев слепца, который услышал его и узнал его, ну это вот перед этим читали 9 глава Евангелия это она слепорожденный отрожденный, слепорожденный, ну то есть понятно, что отрождение и он Христа не видя, уверовал в него, но не знал еще Христа и Господь говорит, и знаешь ты его и он беседует с тобой, говорит с тобой сейчас и он говорит, верую в Господи, припал к его коленям и понял, что чудо садил человек и он искренно верующий, то есть на все посылы фарисеев, книжников не пошел он на то, чтобы испугаться и как бы остаться в церкви, а наоборот остался со Христом и этим он всегда прибыл в церкви, вот так, а те наоборот видим, Господь говорит, были извергнуты от овец Господних и идет пред овцами, хотя у телесных пастухов бывает наоборот, ибо они ходят позади овец, то есть о духовных тут ведется речь, хотя некоторые начинают толковать от себя и говорят, да нет, там овцы другие и пастух идет, а овцы там за ним, да никогда такого нету, овцы, как и олени, допустим, но пасутся, они знают, где трава лучше, пастбище, идут, идут, альпийские луга до трех с половиной тысяч метров, и они там полянки знают, ложбинки, эти овцы, они туда залазят, эти овцы, и там питаются, хорошая, видать, сочная трава, там срочная трава, а пастух следом идет, а пастух идет за ними, да, ну так как пастухи уже часто знают, он предполагает, где это все, ну там может несколько метров туда, сюда, понятно, но он предполагает, и он понимает, куда они идут, и он идет за ними, слушает, то есть тут о духовном говорится, что слышат голос, я, кстати, у батюшки был, когда, они, как волна овцы, вот он подходит к изгороди, я подхожу, они вот около изгороди стоят, жуют, жуют, едят, и вдруг, вот так раз, отхлынувают, 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 одновременно, нету таких, которые задержались бы, посмотрели на меня, что-то, сразу, я незнакомый, а батюшка говорит, отойди, я отхожу, он подходит вот так, и они обратно, вот так прям, стеной, и к нему, и вот так вот, прям все, каждый хочет, его руку эту поцеловать, а он же там что-то, сразу раз, раз, дает, дает, с кармана достает, а вот это, говорит, вот это вот, там, это овечка самая, тут у них главная, а это любимая, там, это доча ее, там, сигнает, очень интересно наблюдать, как, как любят пастыря, ну, что там говорить, овцы, не должны быть такими же, и идет перед овцами, сим показывает, что он всех привечет, и идет к истине, и учеников, как овец, посылает в середину волков, Матфея, 10 глава, 16 стих, так подлинно пастырьское служение, христа, необычайно, за Христом и при жизни, и в особенности после смерти, ходил весь мир, Евангелия Танна, 12 глава, 19 стих, это еще будем читать, намекает и на Антихриста, ибо и он, немногих обольстит, а после своей погибели, не будет иметь последований, последователей, а откуда мы это знаем, после погибели своей, не будет иметь последований, потому что время кончится, а почему он немногих обольстит, потому что обольстя, он сам, он сам себя выдаст, тем, что зайдет в храм, и сядет на престоле, выдавая себя за Бога, вот так, выдаст себя сам за Бога, и в этот момент, обратятся, те, которые, обольщены были Христом, ко Христу были обольщены, и поймут, кто настоящий Христос, скромность его, вся жизнь его гонения, все это то, что они делали со Христом, все это теперь придет им на память, и говорит, и возряд на того, которого пронзили, написано, вот возряд, это значит, они обратятся ко Христу, и скажут, понятно, это столько мы тебя ждали, и так ты нас предал, такие победы будут еврейские, такую армию разгромят с севера, великую армию, там не только великую армию, там великий народ подкреплял эту армию, и не один, наверное, и будет это все разгромлено, армия с севера, что за северная страна? Россия? Страшно произносить, да? В этом слове, огонь и сила. Слышали. А вот скажи, Иоанн Креститель тоже преддверником в каком-то роде же является? Потом, потом задашь вопрос, намекает и на Антихриста. Слова не идут, показывают то, что по смерти обманщиков никто не будет внимать или следовать. Итак, Писание суть дверь. Через эту дверь Господь выводит овец на пастбище. Какое же пастбище? Будущее наслаждение и успокоение, в которое Господь вводит нас. Слово покой – это успокоение. А почему успокоение? Сейчас мы находимся в непримиримой брани с Сатаной, его клевретами, миром и внутренними страстями. И поэтому покоя нет. Покой нам только снится. Летит, летит, говорит, такая-то колесница. Покой нам только снится. И поэтому покоя нет, а успокоение будет, когда мы войдем в небесную, торжествующую церковь, церковь Троица Отца Сына и Духа Святого, Церковь Христа и Духа Святого, Бога Отца. Если в иных местах Господь из самого себя называет дверью, всему не нужно дивиться, ибо когда он хочет изобразить свое попечение о нас, он называет самого себя пастырем, а когда хочет показать, что он приводит к Отцу, тогда он называет самого себя дверью, подобно тому, как он же в разных смыслах есть и овца с большой буквы, и пастырь, еще под дверью, разумеется, слова божественных писаний, а Господь сам есть и называется слово с большой буквы. Следовательно, может быть назван и дверью с большой буквы. То есть, вот так, Господь сам и пастырь, и дверь, и писание, то есть, слово и овца, вот так, и пажик тоже может быть. Там, ну ладно, пока этого нету. Теперь, о двери, вот что такое дверь, вот что, почему именно дверью Господь называет, как думаете? Тут не написано, написано, что это Слово Божие. Почему дверью Господь обозначил? Помните, вот мы на том занятии, на то воскресенье, тоже разбирали некоторые слова, и тоже вот интересно нам было, почему именно, спросил, почему Нива и строение, чем они антидаковые. Помните, как побеседовали, хорошо, очень интересно было. Вот сейчас мы тоже, давайте слово дверь разберем. Почему именно дверь? Что такого в этой двери? Ну почему дверь-то? Открывается. Открывается дверь. Хорошо, что она открывается. Знаешь, читать тебе открывается знание о Господе. Истина. Так, 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 а покажи нам картинку эту. Сможешь показать? Ну вот, ты когда-нибудь проходила мимо каких-то домов, и там такая дверь, не знаю, такое крылечко, и вот так вот посмотреть, когда откроешь, как там, я иногда, мне показывали, как строителю, до такой степени интересно у людей там, не то, что богато, а такой дизайн там, когда открыта дверь. А когда закрыта, ты понимаешь, что там что-то такое, наверное, есть у них, раз такая крылечко, такой дверь такая, непростая дверь, она красивая, эта дверь. Ты не просто подошел и там какая-то рыхлая калитка, нет, дверь она, понимаете, дверь видно. Дверь предполагает собой вход. Вход куда? Да, да, да. Вход, прежде всего, в церковь. Как в Новом Ковчеге была дверь, которой сам Господь руководил, когда они все вошли уже по паре и все семейство Ноя, дверь сама закрылась, ее не надо было закрывать. А здесь эту дверь нужно открыть и дверь является Слово Божие. Слово Божие и когда каждый из нас может стать предвежником. Вот почему вопрос еще сюда? Почему? Потому что они перелазили, то почему? Почему им дверь не нравилась? Когда мы говорим о том, что Слово Божие, когда мы проповедуем, когда мы говорим, привлекаем, чтобы войти в эту дверь, то мы являемся преддверниками. А Слово Божие, то, что мы говорим, оно и является дверью. То есть не Индия, а именно через Слово Божие. Вера, слышание, ослышание Слово Божие. Почему про воображение, первым Игнатий Тихонович говорит сразу, воображение должно быть? Почему? Потому что тебе рассказывают о Слове Божьем, и ты должен это принять, воображая, как все это прекрасно. Вот смысл какой. Двери нету никакой. Вот тайну все открываю я. Нету никакой двери. Мы еще сейчас здесь читали, что преддверник, это Святой Дух. Да, да, да. И Дух Святой. И в любом случае Он остается Дух Святой. Он Дух Святой, но когда мы движим и Духом Святым, Святым, тогда мы являемся преддверникам. Так же и как я спросила про Иоанна Претечу. Он тоже самое. Он был обстенен Духом Святым, и поэтому он был преддверником. А почему они перелезли Индии? Понятно теперь? Они не знали двери, ее нету для них. Двери. Они ее не увидели, эту дверь. Потому что двери как таковой нету. Она тяжелая, ведь. Она не просто тяжелая, она еще такая узкая, как спичка, и сразу ее увидишь. Вот что дело. Они могут ее открывать, туда ломиться, там, тараном, а она сюда открывается. Тоже? И тоже так. И тоже это может быть так. Вполне. Но они просто, для них этой двери нету, они невежды. А еще вспомни, что у каждого человека есть дверь в сердце его. И Господь стучит в эту дверь. А творите, если я войду к вам и буду вечерить с вами. Эта дверь очень интересная. У ней нету ручки, у этой двери. Как Господь руководил дверью Ковчега, так теперь нам дано руководить этой дверью. Мы должны первое открытие Христу навстречу. А как мы открываем? Опять же через воображение, когда слышим Слово Божие. Без Слова Божьего, самого минимального, одного предложения, как у меня было, что Иуда пошел и удавился. Это не знаю, у кого такое еще есть. Ну у другого, другое что-то. У меня через это, через вот это вот предложение, что он пошел и удавился. Но это вызвало страх Божий. Я начал, это во-первых у меня вызвало не пон, не пон, я не понимал, и в то же время в этом было что-то такое таинственное. Вот у меня воображение сыграло. И все равно естественно вызывало страх. Не могу я сказать, что страх того, что я что-то потеряю, если не разберусь в этом. Вот что. Не то, что прямо я дрожал от этого что-то. Нет. А вот то, что это так важно, вот это вот одна строчка. И я начал читать Библию. То есть Господь мне ее даровал. Это при социализме еще в 88-м году. Я в 87-м, в 86-м начал искать Библию. А все, да ты что, где мы тебе возьмем Библию? И вдруг присылают из Финляндии два ящика Библии вот таких вот карманных. Вот такие вот они. Капирушная бумажка, 66 книг. Но православная. Синодальный перевод, все как надо. И через человека, который верующий, Игнат Тихонович, он писал до этого, этот человек, как ни странно. И ну там с ним хотел какие-то вопросы разрешить, что-то по книгам тоже распространение. Ну, переписывались они. И не знаю, Игнатих на чего направил или как, и он почему-то в Финляндию обратился. И финны выдали ему на русском языке к тысячелетия крещения Руси что-то там несколько тонн, несколько тонн вот этих Библий. Финны больше запутались о нас. Да, получилось так, так в те времена. И это было первое такое прорыв и Библии эти можно было ему распределять по верующим людям в разных городах. И как они попали в ягодное Магаданской области, минуя Магадан сам, это никто не знает. Заходит, говорит, человек, а Библии эти попали к жене моего товарища, вот, которому песня посвящена товарища, к его жене. А она была главной бухгалтером в Урсе, Урс тогда, там это распределение продуктов было, такое, очень важное там. И она выдала себя за верующую, зашел человек, вот так вот четыре коробки поставил, говорит, это надо распространить среди людей, кто хочет знать о Боге. И ушел, все, и уехал. Вот и осталось ей. Она начала, как бухгалтер, конечно, это все продавать. Да, что же она будет раздавать, она не дура. Лидия ее звать, благослови Господь, они сейчас в Америке. И вот так вот продавая, все-таки она продавала, и люди хотели это, какие-то там цены были от 10 до 25 рублей. мне, как товарищу со мной за 25. Да, что дается, да, это совершенно верно. То есть, люди брали те, кто хотел читать. И там в одной такая коробка была, где-то, и там штук, наверное, 50 было. То есть, где-то 200 штук было библий настоящих, и одна досталась мне. Последняя библия была у него, стояла, на всякий случай. И он услышал вдруг, что я говорю о библии, я говорю, хочу очень библию. И он мне, он мне архипелаг Гулаг дал читать, Булгакова, там, сам издат еще печатная, и принес эту библию, я ему 25 рублей эти. Это тогда было невероятно. И я начал искать эту строчку, что Иуда удавился. Начал искать эту строчку. Вы сами понимаете, где эта строчка. Помните, да? Она в Евангелии находится. А я начал с самого начала. В начале сотворил Бог небо и землю. И когда я дошел до этой строчки, мне уже это не важно было. Я уже другими глазами на мир смотрел. Представляете? А сколько ты времени потратил до этого, когда дошел? Да, недолго. Я быстро читал. Ну, может, несколько месяцев, два, три, я уже дочитал. Потому что я даже еще ее читал. Я когда начал читать, я поразился и начал терять друзей. А я как раз экстрасенсорикой занимался, лечил людей. И перед тем, как человеку оказать облегчение какое-то, я говорю, теперь мы сначала почитаем Библию с тобой. Ты слышал Библию? Нет, давай читать. И я как что читал эту закладку и мы читали Верхий Завет, Новый Завет, Послание, что попалось, то и читали. Что я там понимал? Ну, что-то наверное понимал, понимал, но я понял, что Бог только через 92-м году, через 4 года я понял, что Бог говорит со мной. И когда это понял, опустило на колени, я стал маленьким-маленьким таким каким-то, слезы вот так текут, и озарение вот такое вот, и все вдруг высохло, и у меня так разум очистился, и я оглянулся и такой, Господи, так эта книга о тебе говорит. То есть я понял, что Библия, а я уже прочитал наверное на 4 раз читал, Библия говорит о Боге, эта книга книга, книг, она говорит о Боге, вот это. Ну там же так все о Боге, ведь, как тебе, не открыто было? О Боге, а не открыто было, что это книга Бога самого, и Бог описывает нашу жизнь, Бог сам, и поэтому когда Игнать 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 встал на колени, начал молиться, чтобы Господь ему вложил в сердце всю Библию, чтобы он ничего не отвергнул, то у меня вот через такое было, понятно, книга Бога, и я поэтому ничкак мог отвергнуть что-то. Для меня были там какие-то непонятки, там или так далее, но я историю хорошо знал еще, и все это приходило через понимание истории, потому что это же закрытое, белое пятно было практически, и вдруг целая история открывается, там Александр Македонский, потом дальше, когда я уже взял в 91-м году, у меня уже появилось 77 книг, я уже читал 77 книг, не 66, я уже прочитал и Макавейский, то есть там история вообще раскрылась, там и спартанцы, то есть греческие, там и Африка, Карфагения, ну то есть все открылось, я думаю, вот это да, как так, почему мы ничего про евреев не знали, что там царства какие-то были и так далее, а нам же все выхолостили из истории, у нас вообще этого нету, вообще ничего об этом не говорится. А тоже вот Игнать Тихонович нам подарил эту книгу, потому что это Вика хотела, и мы спойли все этот период прочитали, все какие там есть, сейчас третью езду дочитываем, чуть-чуть осталось. Да уж, ну поймем, третий езды, это однозначно. Сейчас Игнать Тихонович теперь нам говорит о чем, о чем его Господь подвигает. Во-первых, Писание суть дверь, дальше дверью, то есть Писаниями. Писание поистине суть дверь. Вот это он выделяет огромным швитом, жирным, с подчеркиванием Писания суть двери. Теперь слушаем наставника нашего духовного пасторя настоящего Игнатий Лапкин. Почти для 100% православных Писание не является дверью водящей в церковь и в царство Божие. 100% это его очень сильно должны люди любить за это. Правду говорит. Вы в этих 100% почти или наоборот? Наоборот. Смотрите, кого не спроси из православных, они пришли, как пришли к Богу, они будут рассматривать трогательные истории, переживания, но только не стих Библии, который коснулся их сердец. Как раз я рассказывал о себе. Я думаю, что каждый из вас, когда будет рассказывать, то у всех есть стих Библии. Так же? Блаженный нищий духом я никак не могла понять вообще. Здорово. У тебя что было? У меня что было? Ну да. Какое-то же место Писания тебя затронуло, так что ты здесь теперь? Лука 3,7 Вера без дел мертва. Я думаю, нужно где-то дела там действительно странно. А у тебя сестра? Я отвергни себя. Да, ты была такая девушка. Ага. Ты отверглась. Брат, а ты какое местописание ? Наверное, приедет ко мне все прождающиеся и обремененные. Оо. Ты прям настоящий революционер. Это прям революционный стих переворачивающий человека. Усталый работник. Да, 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 он столько трудяга, что там говорить. И сейчас это, ну, сейчас он радостный такой вообще. Альтер Андреевич еще не спросили. Спросили. Весите времена ваше. Времена ваше. Времена друг друга на раме нахожу. О, интересно. Как врач, наверное, что-то у вас от этого. Абсолютный приговор православным. Они пришли не через Писание. Вот приговор какой. Они пришли не через Писание, вот так скажем. Тогда остается вопрос, а куда же они пришли и где сегодня находятся? Помните 20 век здесь тоже все и кражи. И говорит, кто, для чего, куда тут? Все не понятно. Все в росте, все пополам. В церковь приходят через Писание. Игнатий начерпнули тоже. Как пришел, ушел, пришел, ушел, а нет, как в очах Божьих выглядит все то, что сегодня совершается в храмах, когда любой пришел, ушел, пришел, ушел. Можешь ходить целый год и даже 20 лет в храм и не будешь знать толкования ни на одно место в Библии. Создана абсолютно новая небожия религия под именем православия. Ну, как Игнатий умеет найти, вот ударить самую точку, прям все рушится. Не знаю, куда тут думал вот это этого. Ну, это понятно. Куда прием идет только за желание переступить церковный порог. Ну, то есть к храму, придите к храму, дорога к храму. О горе великое и горе бесконечное. Иеремия 2 глава 13 стих. Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 17 глава 13 стих. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Это златоуст видать. И все, кто входят в церковь не по Писанию, есть подлые воры и разбойники. Иеремия 10 глава 1 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в адур овчий, но перелазит и нуде тот вор и разбойник. Дверью, то есть Писаниями. Писание поистине суть дверь. Итак, Писание суть дверь. Так, ну что такое дверь мы с вами разобрали, поэтому еще дополнение, вопросы, братья. Если нет, то молимся. Молимся, братья. Виктор Андреевич, прошу вас. Так, ну давайте. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величая. Отец Наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего. Благодарим Тебя, Господи, за это общение братское, за то, что благословляешь нас в этот день воскресный. Не оставь нас до конца, Господи, и дарь нам всем покаяние прежде смертного часа. Для меня это самая главная молитва Господи пред Тобой, ибо я верую, что жертва я паял не напрасно. Если Ты мне дашь покаяние, я верю, что она будет принята. Господи, благослови Господи, всех старых, юных, нищих, сирот, вдов, находящихся в болезнях, печажах, скорбях, напастях, темницах, заточениях, особенно рабов Твоих преследуем за Тебя веру православную, не знающими Тебя веритиками, отступниками. Всех их вспомни, посети, укрепи, утешь и даруем силой Твоей скорое облегчение, созрождение и избавление. Господи, не отними свою держащую десницу, да подлиться еще мир хоть какой-то на нашей российской земле, но да будет воля Твоя святая во всем, и не подчиться наша куда действующая рука, удерживая Твою каращую десницу. Господи, если угодно Твоей Святой воли, останови это кровопролитие, добродобийство на войну. Господи, Господи, расстрой планы сионского кагала, мирового правительства, пончь сожжение людей. Останови всех страживших крови, сияющих вражду, злобу, ненависть между народами. Господи, всех страживших самутеш. принянных освободи, лишенных крово в виде в домы, алчащих накормить жаждущих напои, разделенных соедини. Простите следом разума Евангелия и правительства нашей церковной иерархии, правители всех мировых держав, вложивые сердца страх Господень, мирные и добрые доберения для святой Твоей Церкви, для всего народа Твоего, чтобы мы среди их забот обили, жили тихой и спокойной жизнью, в истинной вере, всякому и чести и чистоте. Тебе слава Своему Отцу и Сыну и Святому Духу, и всегда, и веки веков. Аминь. Да будет воля Божия во веки веков. Аминь. Аминь.